Всем привет! Сегодня будет одно из самых запрашиваемых видео. Это видео о моих кистях, какие мне нравятся. Это кисти Ariflame, MAC, Just, Make Up For Ever. Это мои кисточки, есть кисти, которыми я не пользуюсь, отложила. В общем, давайте разберем поподробнее, потому что я считаю, что кисти для любой девушки, это все, особенно для визажиста. Это не все кисточки, также у меня есть кисточки, которые просто сюда не входят. Я их распределила по частям, по тому, что нужно, какую кисточку делать, и те кисточки, которые я отложила, и моя самая любимая кисточка на данный момент. Итак, 4 кисточки для Атонна. Это 3, это Ariflame, и 4, это MAC, Dua Fibra. Я помню, когда я ее приобрела, не знаю, 3-4 года назад, это был мой мастхэв, самая моя любимая. Мне очень нравилось ее наносить. Наверное, надо ее, кстати, вернуть с ней, обратно попробовать, потому что это не только для тонального средства, но также нанесение хайлайтеров, румяшек. То есть такая вот универсальная. Почему-то я ее отложила, я положила в стол. У меня 2 коробочки кистей, которыми я пользуюсь, и остальные кисточки я заложила в ящик. Они просто лежат, если просто надо мне, быстро достала и сделала. То есть вот эту кисточку отложила, хотя она одна из самых таких вот хитовых, да, это Dua Fibra. Вот такая кисточка, визажистами одна из популярных по типажу, но почему-то как-то она не зашла мне, она мне полосит, она не так удобна. То есть и вообще, как бы, скажем, для нанесения тонального средства я все кисточки выбросила. Почему? Потому что как только я начала использовать влажный спонж, все остальное отпало и убрала. Ну вот, да, лучше всего, на мой взгляд, наносить тональный крем-спонжем. Я ее убрала, хотя сейчас, наверное, надо достать, потому что лето-корректор еще раз нанести плотным слоем, подправить. То есть, ну, в принципе, можно вернуть ее. Две кисточки для нанесения тонального средства Giordani, вот это вот реально круто. Вот эта вот маленькая, она мне тоже не зашла, попробовала, понаносила плотновато. Сейчас она лежит у меня в косметичке у дочери. Когда она идет на фотосессии, им наносят тональное средство, я прошу не пользоваться чужими кисточками, прошу пользоваться только моей. Это ее микробы, это ее лицо. Вот, и после того, как прошла фотосессия, мы сразу убираем макияж, чтобы на детском лице не оставалось тональное средство. Это ее кисточка. А сейчас вот это моя самая любимая кисточка. Почему? Потому что я испортила спонж. Я ездила куда-то, не помню, и спонжик у меня был в влажном состоянии в косметичке. Косметичка была закрыта, и он просто протух. Такой, какой-то неприятный запах. Я взяла другой бьюти-блендер, который у нас вышел в компании Reflung Ziong, он мне не понравился. И вот эта вот новиночка, она спасла всю ситуацию, и я просто в восторге, очень-очень рада. Потрясающе наносит тон, мне безумно-безумно нравится. То есть, если по степени, то вот один, два, три, четыре. Ну, как бы так. А, ну и первый был у меня спонж. По спонжика, этот уже в кожаном состоянии, вы видите, насколько я его люблю, пользовалась, купила. Потом еще бирюзовый, он мне не зашел, подарил его маме, и сейчас пользуюсь только кисточкой. Этот вот остался валяться. Ну и маленький-маленький спонжик, без которого вообще я не могу обойтись. Это растушевка тонального средства, вот такие вот малышки. Я не вижу их в Reflame, где они. Если будет по распродаже где-то как-то, ловите. Вот очень-очень крутые, очень хорошего качества. Качество вот примерно такое же. То, что сейчас выпустили, мне не нравятся блендеры. Кисточки для бровей. Вот так вот они выглядят. Это для расчесывания. Честно, не зашла. Мне гораздо удобнее использовать для бровей щеточку, которая непосредственно идет в карандаше. Прокрашивать реснички, прочесывать тоже неудобно. Для этого у меня есть ресничек, у меня есть вот такая щеточка, которую нужно однозначно помыть. Мне, когда делали наращивание, подарили. Вот просто самое-самое любимое. Все остальное – это почему для меня она толстоватая. Мне она не нравится. Вот это тоже Reflame кисточка. Ну, на безрыбье рак рыбы. Если вообще никак-никак. Но, в принципе, можно. Дальше. Казалось бы, вот скошенная кисточка MAC. Я ее тоже на выброс. Она мне неудобна. Она слишком для меня большая. Хотя, в принципе, считается тоже одна из самых популярных. Хотя стоит под 2000. Тоже я ее отложила. И самые любимые мои кисточки Just. В принципе, они друг друга дополняют. Они похожи. И вот какая-то уже даже отклеилась. Я вот заменила. Вот эти кисточки у меня пошли на выброс. Почему? Потому что просто срок годности. Столько я их попробовала. И пользуюсь вот этой. Эта кисточка я пользуюсь для кремовых текстур. У меня есть помадка для бровей MAC. И ей я подкрашиваю. То есть мне она нравится. Мне нравится ей тушевать. Мне нравится делать растушевку карандаша. Мне нравится набирать оттенки теней и доделывать. То есть номер один это Just. Just 58. Для оформления складки века. То есть когда мы делаем базовый макияж, мы начинаем прессовывать к складку ветка. Фаворит. Фаворит я пищу от нее. Это MAC 217. Если у вас бюджетный вариант и вы хотите сэкономить как-то, то из всех люксов это должна быть у вас MAC 217. 217 кисточка. Все остальное где-то можно как-то заменить. Но это самые мои фавориты. Это 217 кисточка. Здесь маленькая, маленькая версия и длинная для того, чтобы можно было кинуть в косметичку. Специально взяла их две разные. Вот. И честно говоря, они видите, немножко уже отличаются. Да, уже и по размеру. И причем сказали MAC, что у них теперь нету кистей с натуральным ворсом. Все переходят на синтетику. Здесь у меня еще остались с натуральным ворсом, но вот круче MAC 217 для растушевки, но нет. Это волшебная кисточка. Вот просто взяли и пошли круговыми движениями, втушевывается все. Какие бы корявые теми, пигментированные, не пигментированные, что бы и не было, это волшебство номер один вообще. То есть, если у меня убрать все кисти, если у меня этой кисти не будет, я не смогу нанести макияж. Это самая-самая любимая. 217 кисточка от MAC. Дальше. Что еще есть в компании Reflame? Вот такие две растушевочные кисти есть, когда я пользуюсь. Но вот если мои две вот эти вот кисти грязные, то мне надо, например, что-то подтушевать, растушевать, увести. Вот, например, эту тушевку в нет, я могу достать вот эти вот кисточки, подтушевать. Ну вот нет, по 10-бальной шкале это 15, это 2. Ну вот примерно так. Ну аналог MAC, 217 нет. Вот, поэтому протушевать где-то вот, например, у меня здесь остались, и вот этот вот переход мне нужно вот какой-то вот. Ну все равно, ну не то бревно, нет. То есть они у меня вот лежат, когда кисточки грязные, поэтому их вот так. Так, что еще? Вы знаете, сделали вот новую кисточку Reflame, когда вот вроде бы эта кисточка, когда вы набираете тени, и еще перейду к этим разрядам кистей. Вот ей, в принципе, гораздо лучше тушевать. Вот что-то вот, не знаю, усредненное, срезали. Ну вот можно вот это вот растушать. И растушевать, если взять по бюджету, она стоит недорого. Ее уплотнили, вот хорошая, хорошая, вот как бы так. Но не MAC. С этим ничего не сравнится. Эта кисточка Duo Fibra MAC 286. Как ее использую? У меня эта кисточка для растушевки как раз-таки гранями между темными, светлыми, когда я просто зачищаю вот это вот. То есть она у меня для светлых оттенков. Это да. Дальше. Вот такая кисточка из набора Naked теней. Прошлая версия, первая версия Naked, там тоже были кисточки. Вообще ей не пользовалась. Вообще ужаснейшая. А эта мне нравится для растушевки тоже, когда моя MAC грязная, и мне надо подтушевать какую-то тушевку сделать, то использую вот эти две кисточки. Нравится. Поэтому даже специально из набора Naked, красная палетка, я ее специально взяла. Теперь кисть непосредственно на нанесение, на вот эту вот зону, когда мне нужно припечатать, выровнять уголок. Это незаменимые кисти 239 от MAC, тоже в две версии, одна коротенькая, другая большая, та же самая любовь. То есть вот этими двумя кистями я делаю весь макияж. То есть все, вот их достаточно. Это вот разоритесь, купите любые дрова, ужаснейшие тени, хорошие тени. Вот просто волшебство. Вот 219 и 217, все остальное можно заменить. Вот, поэтому они у меня в двух. И почему я не чистила кисточки, я вам могу показать. И даже вот если нанесение идет у меня теней. Так, одна, видите, более такая темная, и одна более светлая, хотя уже это светлое превратилось в темную, потому что мне нужно было нанести вот такой вот розовый пигмент. Здесь у меня, вот видите, больше идет для темного нанесения. Вот эта сторона, где-то я протушевываю, этой кисточкой я наношу больше, более светлый пигмент. То есть вот это основные базовые две рабочие. Арифлейм типа сделал кисти, вот что-то между средней растушевкой, 217, это просто прошлая версия, вообще отстой. Это что-то хорошее, я вам только что ее показывала, что-то между, либо растушевкой, только начинаете еще не профи. Очень удобно, хорошая и вообще бюджетная-бюджетная. Кисточка копеечная, там что-то в районе до 200 рублей стоит, а макс стоит около 2000. Что-то такого. Профи кисточка вообще не зашла, валяется. Валяется не знаю для чего, может быть, не алло. Для прорисовки нижнего века внутри вот такие вот кисточки, бочоночек, арифлейм. Иногда бывает мне нужно растушевать, вот какие-то переходы. Она мягкая. 219 от MAC очень-очень редко ей пользуюсь. Они чем-то похожи. Здесь более плотный ворс, мягче. Ну вот как-то по свойствам, по свойствам, то есть, ну только это в 10 раз дороже. Ну вот подтушевываю, но редко-редко пользуюсь. Буквально там накупила 2 кисточки Just 46 и Just 41. Специально, специально вот для такой тушевки. Ну вот это тоже как-то, ну не совсем, ну не зашла. Как-то пока еще не распробовала. А вот это, а вот это просто пищу. Вот такая вот малышка классная, она хорошо. То есть, вы сначала наносите один слой, например, тушуете светло-розовый, потом внутри чуть-чуть потемнее и добавляете еще третий. То есть, для тушевания трех слоев малышка очень-очень-очень зашла. Классная. Вот сейчас моя любимка стала. Кисти для подводки. Прежде всего, вы можете увидеть у меня две одинаковые кисти MAC. Это не потому, что мне эти кисти нравятся. А это потому, что я забыла, что у меня есть кисть для подводки. И еще раз купила, и еще раз ее положила, положила далеко и надолго. И вот, ну не зашла на мне кисточка вообще никак. Бывает, бывает, достаю что-то тоненькое. Подпробовать, докрасить, но это в виде исключения добавить. Это две абсолютно одинаковые, безумно дорогие кисти. Но вот как-то, ну никак. Еще есть у нас кисточка Giordani. Вот такая для подводки. Знаете, что-то такое среднее впечатление, но вот эта толстоватая. Реально толстоватая. Если хотите, конечно, быстро нести стрелочки, в принципе, подойдет. Но эти кисточки, которые а-ля предназначены для подводки, я ее использую больше для бровей. Подкрашиваю. Кстати, когда я вам говорила про брови, я забыла. Вот этой хорошо тоже у меня тут тушевочная она кисточка. И тоже, в принципе, если мне нужно нанести более жирненькие стрелочки, я ей делаю. Но самые-самые мои любимые кисти – это кисть Just 48. Это ее старая-старая версия. Она уже растушевалась. Я даже не знаю, сколько она у меня лет была. Поэтому я купила себе вот прям новенькую недавно. И вот сейчас все вот эти вот стрелочки оформляю только ей. Ну, очень крутая. Мне нравится безумно. Поэтому ее ставлю как номер один. Это номер два. Как добавлять, дотушевывать. Вот, например, могу этой начинать, а потом доканчивать стрелочку, кусочки. Также вот как бровь. Вот эти вот кисточки у меня универсальные. А, еще увидела вот такую малышку, вот такую согнутую. Да, как-то сначала делала, пробовала. В принципе, можно ей пользоваться. Удобно, что она имеет согнутую часть. Но тоже как-то особо не зашла. Не в фаворитах лежит. Лежит. Ребят, беру свои слова обратно. Начала сейчас делать стрелки. Решила все-таки вот эту вот кисточку, которую выкинула, красить. И вообще настолько классно, ровно она красит. Поэтому я ее просто не распробовала. Я ей даю второй шанс. И она круто сейчас зашла. Вот честно. Честно. С глазками мы закончили. Либо когда мы наносим глиттеры, какие-то блестящие тени, то нам надо обязательно нанести консилер. И потом еще сверху припечатать какие-то тени. Что использую? Для меня это три кисточки. Номер один вот такая двухсторонняя кисточка. Арифлейм. Она для консилеров. Очень хорошая кремовая текстура. Хорошо вбивают. На дорогие кисти, я считаю, не стоит тратиться. Хорошо зашла. Иногда бывает вот этой же. То же самое. Универсально растушевочной могу донести. И пронести консилер-корректор. Либо у меня есть еще такая кисточка. Make Up For Ever. Скошенная. Вот люблю дорабатывать и прорабатывать вот это все. Тоже Make Up For Ever на порядок дороже, чем вот эта кисточка. В принципе, не стоит здесь переплачивать. Достаточно такой кисточки. Хорошо тушует, наносит. Поэтому вот эти у меня стоят вместе. И тем более, когда вы протушевываете, что-то делаете, особенно с тенями. Кисточка с консилером, она всегда грязная. Может быть, с тенями. Поэтому сюда уже тяжеловато протягивать это все. Поэтому кисточки должны быть чистыми. Вот они у меня лежат сразу вместе. Для нанесения румян у меня три кисточки. Это новая Reflame. Мак 101. Уже даже стерлась надпись. 138 или 130. Несмотря на то, что она не совсем мне нравится. Но она у меня лежит, потому что мне нужно потушевать. То есть я могу вот этими кистями нанести. Вижу, что темноватый оттенок. Тут же беру вот эту кисточку. Тушую. Хорошо растушевочная. Либо, например, вот этой. Вот эта великолепная. Мне кажется, вот эта самая любимая кисточка. И хорошо и наносить, и натушевать, и втушевать. Вот просто-просто бомбическая. Иногда бывает я и пудру протушевываю. То есть для меня вот эта универсальная кисточка. Итак, вот эта для нанесения, тушевки. Вот, скажем так, мои любимки. Кисточки для пудры. Моя любовь. Это такая кисточка Мак Кабуки. Потрясающе. И наносит, и растушевывает. И раньше я ее брала для румяшек. То есть я ее, например, беру румяшки, протушевываю. Это мой карманный вариант в косметичку. Минус, да, естественно, она пырится, лежит в косметичке. Но она очень круто все вот так вот втушевывает. Мега-мега люблю ее. Остальные я Мак Кисти для румян не приобретала. Считаю, что в принципе нету такой нужной точечной что-то вот нанесения. Поэтому у меня были кисти Арифлейм. Даже можете видеть, как вот логотип уже подстерся. Насколько часто я пользуюсь именно такой для пудры. Пришла вот такая новая кисточка в новой упаковке. Мне она нравится. Классно наносит, классно тушует. Приятный ворс. Синтетика. По-моему, синтетика. Может, натуралка. Синтетика. Не знаю уже точно, не могу сказать. Но приятная, очень приятная. Кисточка-футляр наверняка, если знаете, одна из первых кистей, которые практически у всех есть. Она была таким мазхэвом вместе с шариками румянами. Но что-то пошло не так. То есть, если первая кисть была нормальная, потом она была ужасно корявая, какое-то производство. Я купила кисть, и я даже не знаю, где она валяется. Передарила маме ее. Она для пирожков идет мазать противень. Не знаю, нету ее. Но вот недавно перезапустили ее. Вот там сколько-то тысяч ворсинок. И она мне зашла. Но она зашла мне, знаете, куда больше. Она у меня всегда сейчас лежит в косметичке, чтобы подправить немножечко макияж. Что мне не нравится, меня бесит вот этот золотой футляр. Если вы его сделали серебряным. Я не знаю, мне сейчас все бесит золото. Вот, потрясающая, потрясающая мягкая кисточка. Вы знаете, вот уже таким люксом, ближе к люксу. Очень круто. Нравится. Вот это вот реально. О, еще одна такая полубесполезная штука, без которой я не могу обойтись. Реально, по идее, она нафиг не нужна, эта кисточка. Зачем? Это прежде всего, когда ты красишься, делаешь макияж, тени посыпались. И потом мне очень-очень нравится наносить хайлайтер. Ну вот, 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 вот так вот наносится. И просто, вот тончайшим слоем, ничего лишнего, вот круто. Она мне нравится. Вот крутая штука. Рассыпчатую пудру, такая легенькая кисточка, не позволяет вам набрать слишком много. И она мельчайше вам наносит слой. То есть, что у вас не забиваются морщинки. Люблю ее. Но, в принципе, это полубесполезная штука. По идее, вы можете и вот такой кисточкой смахнуть, что у вас посыпалось. Также кусочком, вот этим уголочком нанести хайлайтер. Но вот для меня это вот эта кисточка специально предназначена только лишь для этого. Посмотрев мое видео, вы сказали, можно рехнуться. Сколько кистей, уже запутались, какая кисточка для чего, какие нравится. Поэтому я отобрала свои кисти, без которых я вообще не могу обойтись. Это минимальный набор кистей. Так, давайте повторим. Первое. Это мы делаем брови. Брови, брови, брови. Сейчас. Где мои брови? Рехнуться можно. Вот, вот, брови. Брови номер один. Just 58. Крутейший. Стоит где-то 380 рублей, недорого. Далее у нас идет две самых крутейших кисти, которые должны быть у всех. Это Мак 217 и Мак 238. Это стоит 1990, это 1820, по-моему. То есть в районе 2000 стоит каждая из кисточек. Но это бомбические кисти. И вот реально круче нет, разоритесь когда-нибудь. Это вот реальная любовь к Мак. Но ни в коем случае не ведитесь на то, что Мак продаются кисти в наборах. Нет. Кистей в наборах Мак нет. Никогда. Это вам скажет любой продавец в магазине Мак. Все кисточки Мак продаются поштучно. И их либо заказывают с официального сайта. Ни в коем случае не поделку, потому что по такой же цене вы купите просто... Вот. Либо у официалов в магазине Мак. Это реально того стоит. И никогда на них скидок не бывает. Далее подводка Just 48, что-то в районе 300 тоже рублей стоит. И вот Reflame вот такая вот. Нравятся мне эти кисти. Дальше для консилера-корректора тоже Reflame'овская кисточка. Она двухсторонняя, очень удобная. Не обязательно кисть, но мне нравится Make Up For Ever. То, что она скошенная, тоже для консилера-корректора. Just 46 кисточка. Вот здесь прокрашивать. Вот видите, сколько у меня кисточек оказалось Just. Номер один сейчас вот просто обалденная для тонального крема. Для нанесения румян тоже у меня мак любимая. Но опять же таки, ее можно в принципе заменить и на вот такую. Можно, можно. Нет, это разные кисти. Для крутого макияжа и для средненького макияжа. Но заменить можно для нанесения румян. Ну, мой фаворит. И пудра. Ну, для нанесения пудры здесь не обязательно иметь супердорогую кисть. Вот эта очень хорошо зашла. И я даже не вижу смысла. Тем более, у меня есть сравнение. Да, мак у меня есть. Кисточка для пудры очень хорошо наносит. Мне нравится. Если мне ее нет где-то в косметичке, куда-то я не положила, то пользуюсь. Ну, сейчас вот просто вот этой. Две кисточки еще для губ. Вот так они выглядят. От Мак. Вот так вот кисточка. И также Арифлейм. Вот по чесноку я бы не сказала, что действительно стоит раскошеливаться на мак, потому что вот эта прекрасно справляется. И у меня мак валяется, пользуюсь ей в лучшем случае раз в месяц вообще кисточкой. Больше темные оттенки и больше светлые оттенки корректировать. Но не принципиально. То есть не считая, что стоит раскошеливаться. Сейчас надо перебрать, какими я еще пользуюсь, а какие просто опять обратно убрать. Убрать. Это кисти Арифлейм, которыми я пользуюсь. И внизу под видео оставлю ссылочку на каждую кисть, чтобы вы посмотрели, сколько она стоит. Есть ли она по акции в каталоге. И еще раз говорю, вот эти все кисти будут стоить, как одна кисть Мак. Таким образом, кисти в черный ящик или под стол у меня будут вот эти, которыми я не пользуюсь. И мои любимки распорядлены как для тональных средств и для румян. Это ежедневные кисти, без которых я не могу обойтись. И так же, как и без вот этой, хотя бы любой малышки, так же обойтись не могу. Но вот каждая мне нужна. Каждая дорога по-своему. Это мои рабочие кисти. Полезно ли было вам такое видео, такой формат, мой честный обзор, какими кистями вы пользуетесь. Если у вас любимки, пожалуйста, напишите в комментариях. Чао. Будьте красивы, будьте счастливы.